Тигран Набрамян, очень важно понять, кто отдал приказ не стрелять. Министр обороны, начальник Генштаба, секретарь Совета Безопасности своими заявлениями и поведением ставит крест на государственности Республики Армения. Об этом 15 ноября заявил депутат парламентской фракции Честь имею, эксперт по безопасности Тигран Набрамян в ходе обсуждения на тему война и капитуляция. Год спустя. Почему не сообщают, на скольких позициях были азербайджанцы, раз уж четыре они покинули? Министр обороны, начальник Генштаба, секретарь Совета Безопасности своими заявлениями и поведением ставит крест на государственности Республики Армения. Почему вчера вводили в заблуждение общество, что ничего не происходит, в том случае, когда многие владели противоположной информацией? Почему за несколько часов до закрытия границы сообщили, что на участке дороги Капанчакатин ставится пункт пропуска? Мы говорим о политических, стратегических, дипломатических провалах. Каждое их предложение начинается с асфальта, с высококлассных дорог. Мы говорим о потере Родины. Они говорят об объезде утерянных участков. При этой власти мы не можем ожидать чего, либо оптимистичного в какой-либо сфере, отметил он. По словам Тиграна Абрамяна, заявление Аршака Карапитиана о том, что нужно открыть огонь в случае вторжения на территорию Республики Армения, было абсурдным и странным. Даже личный состав, который несет службу в Ереване, в каком-либо центре Министерства обороны, знает, что есть установленные воинские положения, по которым предусмотрено, в каком случае стрелять, в каком случае предупреждать, подчеркнул Абрамян. По словам Абрамяна, до сих пор никто не понес ответственности за проникновение азербайджанских войск в направлении разных населенных пунктов на территории Республики Армения. Вчера вновь распространялись сведения о том, что был приказ не стрелять. Главная задача здесь – понять, кто озвучил приказ не стрелять и в результате этого в каком состоянии оказались мы. В этих условиях я не вижу людей, у которых мы можем получить ответ на эти вопросы. Как сказал мой коллега, когда обманом сдан Шуши, ожидать, что эти же люди представят правдивую информацию о других действиях, думаю, несерьезно, сказал Тигран Абрамян. Продолжение следует...